Дельфин 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 Его пригласили этим самым, как сказать, я уже один раз рассказывал эту как бы, уже как притчу, его пригласили на киностудию, кем? Консультантов, ну как же, знает жизнь ученого мира. Вот, и вот он преподносит урок, так сказать, вот, он сидит за столом, вокруг стоят эти бедные несчастные актеры, которым надо играть научных сотрудников, и говорит, ученый думает так, взял, положил локоть на стол, рукой обнял лоб, говорит, ученый думал, думает, думает и придумает, вот так надо, поняли, играть, вот, то есть вы поняли, да, достаточно руку положить на лоб, локоть на это, и вы придумаете. И вы знаете, академия придумала много чего, дебилизация школы продолжается. Она верила это, потому что, действительно, если бы я бы занимался, был бы в академии наук, естественно, я бы отменял бы к чертовой матери и сказал, мы закрываемся, это самокритично. Или, если все-таки там еще остались какие-то умы, то мы бы начали делать новую программу, как, вот, это, не зубрить никому ненужное знание. Знаете, когда я был шокирован, я только открываю биологию учебник, свеженький, а там классификация моллюсков. До того, интересно. Это, да, жаль, нельзя материться. Я вроде культурный человек, но я наполовину культурный, наполовину плебей, потому что я вырос среди нормальных детей, простых, вот, и материться умею. И вот, значит, детский сад. Здесь все подчинено, чтобы дети были нормальные. Я поражаюсь этому. Оказывается, можем, если захотим, но бедным детям придется идти в школу. Вот. И моему Тимошке придется идти в школу. Я сейчас вкладываю в него все. Каждый вечер, это не в тягости, он так стремится к этому. Сегодня йога. Завтра у него какая-то самая переменка, это, значит, учат его пятилетнего читать, писать. Потом у него рисование. Потом у него, этот, как его, так, сейчас все скажу, общее физическое занятие. Потом у них игры в детективов, игры в химические опыты. Вот. У меня, ворчат на меня педагоги. А я говорю, нет, ничего конкретного не будет, постоянного. Каждый раз что-то новое. Вот. Я еще расскажу, уже раз говорю. Вы понимаете, откуда я взялся? Стали посмотреть мои фильмы, если бы не одно но. Внимание, открываю секрет секретов своего воспитания, своего делания, самоделания. Вот. Сельская школа, учителей мало, учеников еще меньше. Классы, маленькие, обыкновенная изба. Вы представляете? Вот. Чернила на левашке. Каждое утро, это самое, мы не могли писать, писали только потом, попозже, когда потеплее становилось. Может, от нашего дыхания печкой топили, это самое, истопник. Вот. На стенах лампы, самые настоящие керосиновые лампы. Вот. И я сидел, ну, догадались, нет, с третиклассниками. Я первоклассник, сидел третиклассник, еще нас несколько первоклассников. Вот так нас было мало. А что дальше? А всего была четырехлетка. А это пятый класс, нас уже возили в областной город, в Владимир-Волынск, на автобусе. А до этого, первые четыре года, то есть, я учился в втором классе с четвероклассниками. Вот. Вы понимаете, что у меня получилось? У меня получилось некое комплексное, некое политехническое образование. То есть, я на два года опережал всех. Не, не только я. Я не знаю судьбу своих одноклассников. Вот, где они, дети военных, нас потом раскидало по всей России, по всему Союзу. Вот так. Это просто, это разве не пример? А теперь я представляю, что я в первом классе, в нормальной школе, с первоклассниками, второй класс, со второклассниками, третьей, третьей классиками. Мне почему-то кажется, что сейчас бы этот фильм мы не смотрели. И садов у меня такого не было. Почему? Еще потому, что нас учили, нас учили огородничеству, садоводству. Мы собирали колоски, мы собирали урожаи, мыло, это самое, и овощи, и даже сливы. Вот. И я когда-то захотел иметь точно такие же сливы. Я потом узнал, их признал. Вначале выписал черенки и вырастил. Вот они мои венгерки, которые я полюбил, когда мне было 7, 8, 9, 10 лет. Вот они. Ну, сейчас я вам покажу фотографию, не удержусь. Не сходство, а чтобы вы знали, о чем речь идет. И вот сейчас приведут, мама приведет моего Тимошку, я его заберу, повезу. Сегодня у него будет, его будут учить считать. Вот. А потом, когда я его заберу оттуда, мы поедем на речку. Я скажу, Тимоша, сиди тихо. Твой дед будет учить, нет, не моржеванию, а учить философии моржевания. Учить философии выживания в самые страшные периоды жизни. Вот. Надо уметь организм заставить бороться. Это нелегко. Но можно сложить лапки или просто сидеть в бесконечных очередях в больницах. Ведь, понимаете, не верю я в эти лечения. Не верю. Не верю. Да, человек взял больничный, у него уже нагрузка снята. Глядишь, и позвоночник перестал болеть. Только потому, что он перестал ходить на работу и лег. А не потому, что ему чего-нибудь там вкололи. А если даже вкололи, то убрали, не болеть, а симптом. Не верю. И вот не полностью не верю, а когда меня прижмет, я начну выть от боли, я вызову скорую помощь. Но пока не до такой степени. Я хочу вам рассказать свою философию, но это будет на берегу. Это будет на берегу с моим любимым внуком. Вот. И будем считать, что это была преамбула. Почему? Потому что я перед этим снимал фильм, который я назвал, сейчас помню. Ага. Когда медицина бессильна, я еще раз пересказал свои эти, еще раз говорю, подчеркиваю. Это не... Я 67 лет не дряхал. Нет, да, у меня изношенное сердце, у меня изношенные органы. Но дело в том, что это потому, что я прожил свою жизнь как две. У меня два раза сильнее стучало сердце. Вот. Я ведь как жил? Я мерил всегда пульс. Он мне никогда не был меньше 100 лет. Должно быть 60, в состоянии покоя 50, ну 70, ладно. А он всегда за 100. Даже когда я лежу, просто лежу. И даже когда не волнуюсь. Вот. И какой-то особый ритм. По ночам отрывки бесконечные, которые потом выливались в сотни статей, в эти же фильмы, в книги. Вот. Бесконечная работа мозга. Вот. Даже, наверное, мозг уже, конечно, открытие перестал делать в последний год-два. Так, некоторые фрагменты иногда возникают у меня в голове. Я их успеваю, а иногда не успеваю, занести на бумагу. Вот. И все-таки, я считаю, мой опыт бесценен. Все-таки складывать руки, сдаваться врачам. Причем, я, знаете, сейчас еще скажу одну вещь. Я вынужден. У меня, когда я снимал фильм, помните, он, получается, если этот последний, то предпоследний. То есть, который называется «Когда медицина бессильна». Там первый-третий фильм, я рассказал, я вынужден повториться. Почему? У меня 10 минут стерлось. Я там кричал уже. Кричал. Может, поэтому и стерлось. Мне кажется, что кто-то меня немножко подправляет. Чтобы я не был сильно агрессивным. Многие считают, что я мягкий, пушистый. Вот. Вроде игрушки. Вроде мишки этого плюшева. А агрессивным я бываю. И вот там стерлось 10 минут. И знаете, что там стерлось? Хорошо, что я сейчас вспомнил, повторюсь. Итак. Я в начале рассказал о том, как я держал на руках девочку, малюхонькую, с которой до этого была температура около 40. И у нее оказалось холодное тельце. Я держал ее за голые плечи, потому что у нее была маечка и трусики. Вот. И повторяюсь, но это важно. И когда мать сказала, что ей врач сказал раздеть ребенка, у нее тогда температура будет на градус ниже. Вот. И действительно, я умею щупать эти самые, руками определять температуру тела. Ну, более-менее. Да любой может. Не зря же мы прикладываем материнскую, отцовскую ладонь к колбу ребенка. Первый диагноз хоть приблизительно. Есть, нет. Вот. И вот эта вот температура, это благо, это уничтожение инфекции с помощью нагнетания температуры. Врачом было отменено. Врач приказал раздеть ребенка. И этим совершил страшное преступление. Он туп, этот врач. Вот как тупа. И, видимо, вся отрасль медицины. Потому что впервые я с этим столкнулся. Еще в Норильске, я сейчас уже ко мне подходят, да скажу чуть позже, наверное, на берегу Енисея. А вот и они.